Приветствую, друзья. В Санкт-Петербурге в результате покушения погиб Максим Фомин. Он же самый известный военкор. Он же воспеватель войны Владлен Татарский. Я категорически не поддерживаю террористические методы решения каких-либо военных или политических задач. Даже несмотря на то, что сам Путин ведет войну террористическими методами. Даже если сам погибший наговорил на уголовную статью призывами к убийствам и грабежам. Всех победим, всех убьем, всех кого надо ограбим. Все будет как мы любим. Но несмотря на неодобрение методов, о символическом значении этого события стоит поговорить. Строго говоря, до сих пор мы не знаем, кто является заказчиком и организатором этого покушения. Не вызывает сомнений одно. Мишенью для атаки Владлен Татарский стал из-за своей медийной деятельности. Это было покушение на пропагандиста войны. Кем бы это ни было организовано, это признание того, какую весомую роль в развязывании и продолжении войны играет российская пропаганда. И это правда. Путинская пропаганда убивает. И российские пропагандисты напрямую ответственны за то, что сейчас происходит в Украине. Без готовности солдат идти умирать невозможно вести войну. Любую. Но к несправедливой захватнической войне сознание граждан необходимо, соответственно, подготовить. И российские пропагандисты занимались этим не один год. Они выдумывали самые нелепые истории, чтобы заставить людей поверить в необходимость войны. Готовилось биологическое оружие птицы, которых этим заражали. Просчитывалась их траектория перелета через Россию. Они культивировали ненависть на протяжении тех самых восьми лет, не стесняясь самых наглых и лживых фейков. Это называется показательная касть. Взяли ребенка, трех лет, мальчика, маленького, в трусиках, в футболке, как Иисуса, на доску гавриня, прибили. Пропагандисты стремились к расчеловечиванию украинца. А врач у кошки изгоняет глисты, то для врача это специальная операция. Для глистов это война, а для кошки это очищение. Вот. Сравнение с паразитами – это точно такой же прием, который использовала печально известная радио «Тысячи холмов». Призывая к резне этнических тутси, пропагандисты Хуту сравнивали их с тараканами. Так удается расчеловечивать жертв и развязывать руки палачам. В Руанде это привело к гибели от полумиллиона до миллиона человек всего за три с половиной месяца. А вот к чему привели усилия российской пропаганды в Буче, Гастомеле, Мариуполе и других городах и населенных пунктах Украины. Российские пропагандисты продолжают нормализовывать уничтожение гражданского населения Украины, оправдывать и поддерживать разрушение инфраструктуры. Сейчас настало время, когда или надо это делать. Американская стратегия ведения войны подразумевает уничтожение инфраструктуры, в том числе и гражданской. По-моему, пора уже жестить. Они издеваются над страданиями и смертями народа, которые совсем недавно называли братским. Терпите теперь, братики. Пропаганда не только расчеловечивает украинцев, но и воспитывает самые отвратительные качества в самих россиянах. Во многом, именно пропаганда напрямую виновата в том, что российское общество принимает эту войну и не протестует против нее. Ой, мы их очень долго ждали и просьба одна, не останавливаться. Надо больше. Думаю, что допрыгались. В протяжении 8 месяцев мы обещали, обещали. Я уже думал, что русские мужчины не держат слова. Оказывается, содержат. А ты? Содерживаю. Это надо продолжать. Потому что надо довести это до конца. Зачем им это терроризм разводить? Надо все продолжать до победы. Мы только надеемся на победу. Пропагандисты не только несут ответственность за то, что творится в Украине. Они предают собственную страну. И самое отвратительное, что во многом ими движет предельно примитивный мотив. Деньги. И, конечно, их лицемерие, наглость и хамство базируются на уверенности собственной личной безопасности. Сытая и богатая жизнь, отдых на гламурных курортах, вечеринки и рестораны. Им кажется, что конца этому не будет. Но история учит. Отвечать за содеянное придется. Друзья. Пока я записывал этот ролик, Госдума за считанные минуты единогласно приняла поправки к закону о воинской обязанности в третьем уже чтении. Теперь, если вы не захотите умирать или убивать за Путина, вы не сможете ни зарегистрировать недвижимость, ни индивидуальное предприятие, ни транспортное средство. Вы даже не сможете водить машину. Не явились в воинкомат? Вас лишат выплат, льгот, пособий. Никаких шансов не будет у вас и избежать повестки. Даже если вы удалили аккаунт на госуслугах, не открыли дверь, не читаете письма и не ходите на работу. Теперь повестка все равно будет считаться полученной через 7 дней. Что можно сделать, пока не стало? Было слишком поздно. Мы с юристами подготовили для вас памятку и у меня в телеграм-канале вы найдете контакты бесплатной юридической поддержки и помощь по вопросам эмиграции. Переходите по ссылке, читайте и распространяйте. Будь уверенны, YouTube заблокирует также молниеносно. Чтобы не потеряться, подписывайтесь на мой телеграм-канал. В случае блокировки это будет моей основной площадкой для общения с вами. В начале ролика я сказал, что я против методов, которыми расправились с Ладленом Татарским. Пропагандисты войны заслуживают не пышных похорон с возложением к гробу Кувалд Пригожина. Нет, они заслуживают суда. Переживших Вторую мировую войну нацистов судил Нюрнбергский трибунал. Именно там был выработан опыт проведения международных судов над пропагандистами. И как показала судебная практика Нюрнберга, вклад этих людей оценивается не ниже вклада остальных военных преступников. Как известно, Геббельс не дожил до суда. Он отравил себя и всю свою семью цианистым калием. А вот его коллега, идеолог расизма и главный редактор газеты «Штурмовик» Юлиус Штрейхер судебной ответственности не избежал. Штрейхер был арестован и предстал перед судом. Штрейхер стал единственным из подсудимых в Нюрнберге, которого признали виновным исключительно за пропаганду, а не за физическое участие в войне и геноциде. Другим примером международного трибунала над пропагандистами стал суд над причастными к геноциду в Руанде. На основе руандийских событий были выявлены закономерности, доказывающие прямую связь между пропагандой и массовыми жертвами. Была исследована роль радио тысячи холмов в геноциде. И с помощью карты рельефа исследователи рассчитали уровень сигнала в каждой точке страны. И вот в зоне приема радио тысячи холмов число жертв было гораздо больше, чем в тех местах, где сигнала не было. Руандийских пропагандистов судил специально созданный при ООН Международный трибунал по Руанде. Они получили от 25 лет тюрьмы до пожизненного, не помогли ни апелляции к плохому состоянию здоровья, ни попытки скрыться, ни отсылки к приказам руководства. И, наконец, трибунал над этими пропагандистами создал еще один важный прецедент. Это Фелисен Кабуга, владелец того самого радио тысячи холмов. После смены власти в Руанде ему удалось скрыться, и 26 лет он был в бегах. Пока в 2020 году Кабуге, когда уже было 87 лет, его не арестовали в пригороде Парижа. Вычислить преступника смогли Интерпол, спецслужбы, а также Международный союз охотников за главами. Есть такая организация, это вот так всем пропагандистам на заметочку. И хотя трибунал по Руанде уже давно прекратил свою работу, специально под Кабугу ООН создала отдельный судебный орган, Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов. И прямо сейчас Кабугу судят в Гааге. Исторические примеры с трибуналами над нацистами и над организаторами геноцида в Руанде однозначно свидетельствуют, они не уйдут от правосудия. И путинские пропагандисты начинают это осознавать. Если по каким-то причинам, не дай бог, мы не допускаем и даже вслух не произносим, но вдруг, положим, что-то произойдет и наша страна не сможет одержать победу. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Виноватыми будем все, поэтому чтобы без гаагских трибуналов. Совсем недавно Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Его обвиняют в похищении украинских детей. Это важный сигнал российским пропагандистам. Международные следственные органы и суды начали работу по преступлениям, связанным с войной в Украине. А значит, очередь обязательно дойдет и до них. Путину уже 70 лет. И у него есть хороший шанс избежать правосудия и умереть раньше, чем ордер на арест будет приведен в исполнение. Но Соловьев, Киселев, Симонян, Скобеева, Кеосарян и другие значительно моложе Путина. И по возрасту точно доживут не только до трибунала, но и до приговора. Если, конечно, их не постигнет судьба Владлена Татарского. Что я не приветствую, поскольку считаю важным, чтобы в военных преступниках, в том числе и пропагандистов, судили. Судили, потому что их ответственность очень велика. И по меркам Уголовного кодекса, и по меркам истории. Счастливо вам. История рассудит ответственных за войну, но еще лучше их рассудит трибуно. Продолжение следует...